Я бы хотела рассказать вам историю про то, как я очень люблю убирать, про то, что я бросила высокооплачиваемую престижную работу ради уборки, и то, что хобби стало моим бизнесом, но это не так. Я вообще ненавижу убирать на самом деле. И всегда находились для меня дела поважнее и интереснее, например, моя работа. Долгое время я работала практически все свое время жизни. Я работала в сфере услуг. Последние годы я работала в лизинговой отрасли, в финансовой сфере, и занималась качеством клиентского сервиса. И за это время у меня сформировалась непереносимость советского стиля обслуживания, и мне всегда казалось, что вот если бы это был мой бизнес, то официанты у меня были бы вежливее, продавцы у меня были бы милее, а уборщицы были бы привлекательнее. Но одно дело, когда ты критикуешь окружающий мир и видишь в нем недостатки, совершенно другое — это пойти и сделать это по-другому. И, в общем-то, на реализацию этой идеи, какой-то своего проекта, у меня ушло довольно много времени и некоторых событий — четыре, о которых я сегодня расскажу. Первая вещь — это то, что в прошлом году мне удалось окончательно избавиться от иллюзии, что мир делится на предпринимателей и наемных работников. Раньше мне казалось, что это деление заложено как-то природой и, в общем-то, закреплено воспитанием. И что же делать было мне, которая выросла в семье наемных работников, откуда у меня возьмется предпринимательская жилка. Мне было совершенно непонятно. И в прошлом… Нет, не в прошлом. В 2014 году я поехала в Америку по программе, которая организовывала USAID — это международная организация по миграции. Программа называлась «Финансовая поддержка предпринимательства». И я как представитель лизинговой компании в этой программе поучаствовала. И первое, что я заметила, и меня, конечно, очень сильно впечатлило, то огромное количество стартапов, которые запускаются в Штатах ежедневно. Там стартапят абсолютно все. Начинают в подростковом возрасте и заканчивают пенсией. Например, перед нами выступал на одной из встреч пенсионер. Это мужчина, которому было 70 лет. И он ушел на пенсию, и не носки вязать, собственно, а ушел сделать мобильное приложение. Для него это была такая новинка. Он решил попробовать это сделать в 70 лет. И успешно его два года уже к этому моменту развивал. Вот перед нами выступал, тоже пытался продвинуть, продать что-то. Также мы были в частной школе, и нам рассказывали про ежегодное мероприятие. Это дель лимонада, который организуется среди, ну не знаю, подростков, детям 12 лет. И каждый из этих детей, они формируют свой бизнес-план по продаже, по открытию точки лимонада. То есть каждый ребенок организовывает точку по продаже лимонада. Ему нужно сделать бизнес-план, ему нужно рассчитать, сколько необходимых ресурсов, какая должна быть точка, какая должна быть реклама у этой точки, какой должен быть продукт, какая должна у него быть цена. И на этом, собственно говоря, эти точки конкурируют друг с другом. С этим бизнес-планом он и шел к своим родителям. И они, как настоящие инвесторы, принимали решение, нужно ли давать ему деньги и в каком количестве, для того, чтобы этот проект состоялся. И, в общем-то, меня удивило, что в нашей, например, реальности многие мне известные дети даже в 12 лет на улицу самостоятельно выйти не могут, их родители не пускают. А дети в Америке, они уже какой-то свой бизнес в этот момент запускают. И я поняла, что если цена нация стартапит, то это не генетическое некое свойство, а это свойство среды, и, соответственно, измениться может абсолютно каждый человек. В общем-то, с этим ощущением, что это не так сложно, как кажется, я вернулась домой. Можно сказать, что, конечно, американцам помогает и вся среда, потому что инфраструктура поддержки бизнеса у них колоссальная. Но очень важный момент, которым мы нас учили, и вот показывали на первом слайде презентации в частной школе, то, что бизнес — это в первую очередь чувство хозяина, чувство ответственности, это ответственность каждого человека. Второе — это фан. И нечего тут делать какую-то трагедию с бизнесом, нужно просто веселиться, запускайте, стартапитесь, пробуйте, организуйте, провалитесь, ничего страшного, а потом наверстайте в новом проекте. И вот это ощущение, конечно, задора, оно, в общем-то, меня очень сильно впечатлило. То есть это какая-то простая игра, в которую играют люди. Но фан — это еще не все. Очень важно для американцев — это оцифрованная бизнес-модель. Потому что, конечно, бизнес запускается в Америке в жестких конкурентных условиях, и инвестор никогда не выдаст деньги, если он не будет понимать конечный результат и не будет видеть какого-то четкого плана. Поэтому мне было понятно, что, в общем-то, необходимо подготовиться. Нужны системные знания в области маркетинга, продаж, нужна стратегия, без которой, собственно говоря, действительно 9 из 10 продуктов умирают. В моем случае, от момента, когда я подумала в сторону клининговой компании, ну это было чисто гипотетически, а почему бы нет, почему не клининг, потому что мне казалось, что уборка — довольно простая вещь, которая легко освоить. До момента, когда я, в общем-то, уже реализовала этот проект, прошло 2 года. Почему так долго? Потому что мне не был понятен рынок, мне не были понятны клиенты, мне не были понятны конкуренты. Я вообще, когда смотрела на клининговые компании, чем они занимаются в Беларуси, я не видела для себя интересного продукта. Сама мысль о том, что мне придется заниматься какими-то трешевыми продуктами, типа уборки после пожаров, уборки после трупов, вводила меня вообще в ужас. И когда я думала, и мне было даже страшно подумать, что большей частью времени мне придется проводить с людьми рабочими, с которыми как-то нужно общаться, о чем-то разговаривать, чего-то от них хотеть добиваться, я даже вообще не понимаю их, они совершенно из другой реальности. И я для тебя поняла, что бизнес — это не просто модель, это не просто фан, это не просто идея, это должна быть идея, которая совместима с твоими личными ценностями. И для меня, например, критически важно, первое, это простота, как некий общий принцип организации жизни. И поэтому я понимала, что мой продукт должен быть простым, простым и понятным. Второе — это конструктивное, адекватное отношение с людьми. И я понимала, что я хочу работать с современными клиентами с западным типом мышления. То есть это должен быть такой продукт, который встраивается в эту жизнь. И третье — это приятные люди, с которыми ты проводишь очень много времени. И поэтому я понимала, что тот персонал и те требования, и те подходы, которые сложились на рынке, мне не подходят. Мне нужно было что-то придумывать свое. И, в общем-то, когда у меня эта идея более-менее так созрела, я начала более-менее ее обдумывать более тщательно. Вот, скажем так, первое, о чем я говорила, это то, что иллюзия избавления от иллюзии, точнее. Второй момент, который я бы хотела, второе обстоятельство — это то, что мне случайно удалось как-то себе однажды поставить цель. Вот то, о чем говорил предыдущий оратор по поводу цели. Оказывается, что это тоже какая-то общая проблема, и у меня она была и выражена довольно остро. Я не понимала, чего вообще в жизни хотеть, и мне казалось, что вот есть умные люди, которые знают, чего хотят вообще. И нужно просто пообщаться с ними, подсмотреть, поспрашивать, какие у них цели, и взять, возможно, себе что-то на вооружение. Но, в общем-то, когда я обращалась с людьми, я понимала, что люди находятся в такой же точной дезориентировке, и нужно придумать что-то свое. И случайно однажды я заработала 1600 долларов вместо обычных своих 700-800, которые на тот момент я зарабатывала. И мне это очень понравилось. И я была вообще в полном восторге, что есть абсолютно какая-то конкретная цифра, которую, собственно говоря, можно поставить себе за цель и к ней стремиться. Вот, и я решила, что вот, если я ничего нового хорошего придумать не могу глобального, пусть у меня будет такая цель. И фишка этой цели оказалась в ее абсолютной конкретности. Мне нужно было не 1500, не 1700, а именно 1600. И каждый месяц я продумала, как же мне достичь этой чертовой цели. И целый год у меня ничего не получалось. Хотя у меня даже был какой-то план предварительный вообще, и я даже понимала, что мне нужно делать, потому что у меня был уже опыт. У меня же было понятно, как ее достигать, но больше ничего не получалось. И моё недовольство очень сильно росло, и через год, когда мне сделали на этом месте работы оферту на более длительный срок, существенно меньше цифр, которая мне была нужна, я поняла, что все, я больше не могу. То есть это настолько не совпадает с моей целью, что я дальше буду испытывать только недовольство. И ушла. Я ушла работать вообще в абсолютно другую сферу, освоилась совершенно мне незнакомая. И через два года, когда, собственно говоря, проект был завершен, и я оттуда ушла, я подсчитала свой доход, который у меня был среднемесячный, он был ровно 1600. Ровно, ни долларом, ни больше, ни меньше. Меня настолько поразило, что можно достигать своих целей не лобовым столкновением с реальностью, не надо быть самым умным, гибким, смелым-умелым. Иногда нужно просто менять вовремя обстоятельства и уходить от того, что у тебя было, для того, чтобы эта цель свершилась. И я не помню точно, сначала была ли у меня смена обстоятельств, либо у меня уже созрел к этому моменту проект, но я абсолютно помню точно тот день, когда решение о том, что я буду делать свой проект, было принято. Это был в ноябре прошлого года, и я пришла на работу, и у меня уже в течение года было эмоциональное выгорание, у меня абсолютно не было никаких сил, и я вот уже сижу, думаю, блин, ну что же мне делать в конце концов, вот не могу прямо, да, то есть все варианты найма в лидинге я уже там перепробовала, я осматривала различные проекты, которые мне были бы интересны, но я понимала, что у меня абсолютно нет вообще никаких сил для того, чтобы этим заниматься. И работа у меня прекрасная, и многие бы завидовали, и положение у меня великолепное, и коллеги у меня замечательные. Но, то есть я поняла, что что-то нужно было делать, и в связи того, о чем я говорила, о смене обстоятельствах, я уже понимала, что решение, оно существует, просто находится вне рамок тех обстоятельств, в которых я нахожусь. И я подумала, господи, мне же нужно просто уйти из найма, и сделать этот проект, и все. И когда вот я подумала о том, что это возможно, то есть вот все дальнейшие потом коммуникации, может быть не надо, может быть на дворе кризис, а много стартапов проваливаются, уже совершенно не работали. Потому что у меня было четкое убеждение, что мое место находится уже совершенно в другом месте. То есть мне нужно создавать рабочие места, делать прекрасный сервис для прекрасных людей. Вот. Поэтому это второй документ, который со мной случился по целям. Третий момент, который я считаю очень важным и глобальным в своей жизни, это знание разработки ученок в области нейробиологии. Ученые обнаружили, что человек способен, или он не способен, точнее он делает, он занимается тем, что он гоняет свои мысли по одним и тем же нейронным цепям. И, как правило, эти мысли негативны. И, как правило, они обращены в прошлое. И человек очень часто, например, допустим, я, я склонна к самобичеванию и к излишнему перфекционизму, и я часто очень гоняю мысли назад. Как бы я сделала по-другому, чтобы я ему ответила, чтобы он мне сказал, как бы я ему то и как бы ему все. И, в общем-то, в тот момент времени, когда эту информацию я для себя восприняла, я поняла, что, точнее не я поняла, мне сказали, что есть искусственный, то есть как из этого вырваться. Необходимо учиться искусственно перерывать эти мысли и запускать их на новый виток. Поэтому я для себя в какой-то момент времени изобрела правило, называется трех плюсов, и начала просто тренироваться для того, чтобы не загоняться назад, а думать вперед. И практически сейчас у меня, не знаю, на автоматизме выходят некоторые вещи. Например, допустим, если заболела, я сразу думаю о том, что, ну, слава богу, заболела сейчас, потом не заболею, например. Я полежу дома и отдохну, наконец. Я буду меньше куить. То есть плюс есть всегда. И, например, недавно у нас была ситуация, когда нужно было помыть клиенту огромные четырехметровые окна, и для этого требовалось специфическое оборудование. А компания у нас, в которой работают женщины, и, в общем-то, не было на подхвате мужчин, которые могли бы помочь подобрать что-то в аренду и взять то, что нам необходимо было. Поэтому я где-то там забронировала какую-то строительную вышку и поехала на станцию в Калятище для того, чтобы из аренды ее забрать. Я была одета в красивую рубашку, в балетке, и когда я приехала, передо мной выгрузили груду такого грязного железа. Я поняла, что плюсов в этой ситуации вообще быть никаких просто не может вообще. И я сидела перед этой грудой, и мне хотелось просто плакать, потому что я когда представляла себе, вот я беру эту груду, вот эту всю перетаскиваю в машину, я приезжаю к клиенту, там выгружаю, мне надо почистить, что там побелка, там просто страшно, квартира очень красивая, я вот с этой вот ужасной вышку туда ползу, вот, потом подняться наверх, потом ее нужно как-то собрать, потому что там детали было, не знаю, ну штук 500, они были все разные, мне непонятно абсолютно. И когда я себе представляла вот эту всю ситуацию, мне было реально очень плохо. И думаю, вот же, а где же плюсы в этой ситуации вообще? Но я же знаю, что они есть, и я начала думать, что этот вечер наступит наконец, и я приеду домой, и я сяду пить чай, и я напишу офигенный пост в Facebook, у меня будет повод для того, чтобы это сделать. Я понимала, что если соберу эту вышку, соответственно, все остальные вышки в моей жизни будут собираться на раз, два, три, это вообще не проблема. И я понимала, что если мы по моему клиенту все-таки, если мы доедем по моему окна, он, соответственно, будет таким лояльным, скорее всего, оценит эту работу и сделает нам хорошие рекомендации на другие клиенты. Так и случилось, потому что он в этот же вечер написал прекрасный отзыв в Facebook, он отразил это в своей ленте, то есть нас немножко пиарил, от него пришли другие клиенты. И я понимаю, что ситуация, которая мне казалась, в общем-то, аховая, она завершилась, ну просто перфектно. Там лайкнули просто много людей, и в общем-то была хорошая реклама. Это третья вещь. И четвертое, последнее, которое хотел отразить. Когда-то, я думаю, что вы все видели, я посмотрела фильм «Атрицу», который на меня произвел неизгладимое впечатление. Когда в конце фильма Нео стоит, пули летят, и он просто их рукой отводит. И все благодаря тому, что он в какой-то момент времени засомневался в реальности, засомневался в том, что правила игры, которые существуют, они вот такие даны. То есть они вот как придумали, и в них нужно жить вообще. Что у него есть определенное место, в котором нужно существовать. И я понимаю, что сейчас мне 38 лет, в общем-то, у меня довольно поздний стартап. Если бы я организовала 20, у меня было в два раза больше времени для того, чтобы допускать какие-то ошибки и пробовать что-то новое. Но я понимаю, что такого прекрасного опыта со мной бы никогда не случилось, если бы я не научилась сомневаться в реальности, не научилась брать себе другие места, не те, которые мне запланированы, и играть другие правила, не те, которые созданы людьми. И мне нравится, что я могу перезагружать свой мост на какие-то другие позитивные вещи и вовремя сливаться и менять обстоятельства. Вот такая у меня история. Спасибо.